Всем привет, меня зовут Максим Ильпихин, я представляю сообщество Magic Imagine и мы продолжаем видеокурс по игровому движку GameGuru. В этом видеоуроке мы рассмотрим такое понятие как враги, как их создавать и научить персонажа спавниться в той позиции, где мы хотим. Итак, давайте начнем от противного. Сначала создадим Player Start, переходим в маркеры Player Start. Соответственно, наш игрок будет появляться вот тут, для разнообразия давайте добавим пару бочек, не бочек, а ящиков. Также добавим несколько растений. Вот, теперь мы добавим врагов. Враги находятся в Characters, это игроки. Соответственно, у нас есть категории Middle и категории Zombies. Все они могут вас атаковать, ну, кроме этих частей. Соответственно, давайте добавим какого-нибудь, вот видите Defender, это защитник. Предположим, я точно знаю, что зомби все атакуют вас. Рокетмен будет атаковать. Давайте добавим какого-нибудь бота для тестирования. Добавим его. Добавим его. Добавим его. И посмотрим, как они будут себя вести. Для начала проверим тот факт, что проверим факт скриптов. Нажимаем на игрока, нажимаем Properties. Он имеет IE Solder. Значит, он будет нас, нас, скорее всего, атаковать. Изначально, давайте мы выставим еще параметры. Наносит так. 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 Ага. Значит, и рядом с ним мы, соответственно, положим оружие, поскольку у него, я так понял, его нет. Тебя. IE Cover. Он у нас будет прикрывать. Соответственно, скорее всего, он будет принимать на себя первый удар. Ну, заодно мы сейчас все и проверим. Давайте я сначала выставим настройки плеера. Изначально мы будем иметь при себе... Давайте... Даггер. И ОК. Нажимаем на эту кнопку и тестируем наш уровень. Здесь мы видим экран загрузки игры, где нам показывают то, что кнопки F1-F4 выставляют Light Map. И другие кнопки для настройки в реал тайме нашей игре. Этим говоря, Edit Mode он работает. Мы его будем рассматривать в следующих видео уроках. А сейчас пока остановимся на искусственном интеллекте. У нас инициализировалась физика. Вот, смотрите. Лучше меня потом снициализировал. Но я так же знаю... Непонятно кто, как он нас защищает на самом деле. нас постоянно атакуют нас убили не сейчас мы его замочим не замечали ну конечно нужно было другой короче добавить вот мы его замочили а у нас тоже нет так ну что ж все они нас мочат значит дружелюбных у нас игроков нет что ж давайте посмотрим что можно сделать с ними и кстати говоря я так понял что каждому из этих салатов уже изначально задается какое-то оружие которое мы к сожалению не можем редактировать здесь но можем редактировать наверное могли бы редактировать в движке если бы у нас был открытый исходный код но давайте пока мы добавим каких нибудь еще врагов но это все враги а м 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 дает на м давайте теперь мы добавим белый свет иначе лучше над ящиком изменим его настройки и посмотрим какие же настройки имеет сам свет мы видим rate range который отвечает за за радиус так сказать у нас стоял 500 поставим 250 нажимаем apply и здесь можем поменять его цвет если захотим вот теперь у нас поменьше светит и мы его подвинем теперь ниже на ящик мы повесим патроны вот для пистолетов у нас пистолет поэтому нам нужно патроны для пистолета хотя бы запускаем упаковку п м п но нажимаем на его настройки покажем сколько патронов надо Она отдаст нам 10 патрон. Хорошо. На вторую коробку мы положим оружие, которое будем в дальнейшем подбирать. Давайте это будет снайперская винтовка. Поднимем ее и установим параметры, сколько патронов она будет иметь. Вот в ней дальность написана. Купить будет 100. Нажимаем Apply. И давайте запустим нашу игру. Теперь, соответственно, после тестирования искусственного интеллекта, мы будем тестировать поднятие оружия и пополнение нашего боезапаса. Ну вот. Давайте, надо убежать от них. Чтобы взять оружие. Крадется. Крадется. Так, теперь берем патроны, которые почему-то висят в воздухе сейчас. А, мы в бисику не включили. Вот видите, что мы будем в бисе. Пока мы перезаряжались, у нас уже замочили. Ну, стрелок из меня. Хороший. Так, мы подобрали патроны. Вот наше оружие. Видите, какие-то эффекты оно происходит. Так, ну что ж, я продемонстрировал работу под поднятие оружия и брони. Ой, брони, кстати говоря, да, про броню. Мы же можем добавлять аптечки, которые нам нужно еще найти. Я не помню, честно, где они находятся. Но я их видел. Вот аптечка. Ну а все, что пополнит наше здоровье. Также есть джетпак. Ключ для открытия двери, если это потребуется. Вот у нас есть арки, здания и так далее. Так, ну что ж. Цель этого видеоурока была показать, как добавлять искусственный телек, как его редактировать на текущий момент сборки игрового движка. Я это показал. Дополнил видеоурок тем, что как добавить оружие, как добавить патроны. Ну, наверное, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. С вами был Макс. До новых встреч. Подписывайтесь на общество MyGameEngine. Скоро уже откроется официальная страничка ВКонтакте по GameGuru. Надеюсь, что этот урок был для вас полезен и GameGuru стал для вас намного проще, чем вы думали. Спасибо за внимание.